Родные, приемные, опекаемые. На сегодняшний день в семье Канавичевых воспитываются 18 детей. Те, кто постарше, разъехались, но не забывают своих родителей. Чем могут, помогают. Все семейные деньги уходят на строительство дома и его содержание. По словам Галины Канавичевой, уже нет ни сил, ни здоровья поддерживать и поднимать детей в таких условиях. Всегда просила, много лет прошу государственной помощи. Потому что нет газа, нет воды, нет канализации, нету всех жизненных условий. И за зиму протопили, увеличив дом, протопили впервые углем, и я сдала здоровье. Проблему с газификацией именно их дома можно решить в индивидуальном порядке. Но для этого требуются серьезные денежные затраты. Таких средств у семьи просто нет. У нас сейчас сложилась такая трудная ситуация. Мама заболела. Папа вынужден вот уже на протяжении 10 лет отапливать вот наш вот этот огромный дом, который сам построил, с помощью гонного котла с дровами и углем. Сейчас это уже невозможно, потому что и папа вымотанный, и мама заболела, и дом такой уже невозможно отапливать. И я обратилась в приемную президенту, написала три электронных письма. Мне ответили, что мою просьбу будут рассматривать и в Тверской администрации, и в нашей Конаковской. В течение 30 дней мою просьбу рассмотрели, прислали мне ответы в письменном виде. Ответ как таковой не содержал конкретного решения моей проблемы. Я еще раз обратилась, в третьем письме написала, что проблема не решена, и поэтому решили приехать на место и разобраться. Помощника президента Российской Федерации Татьяну Голикова семья встречала на улице. Тут же была озвучена многолетняя проблема Читы Канавичевых. У нас нет никаких коммуникаций, но самое главное, у нас нет газового труда. Мама заболела о том, что мы протапливаем уже 10 лет этот большущий дом, в том числе дом К2, который приходится так и круглосуточный. Папа вот только, под днем и ночью не спит. На этот год мы спланировали пир, всего-то в микрорайон 85 граммов, и на следующий год появится. А вы, какой бюджет ваш? Городской. Городской? Вам дают из бюджета? Нет, мы из первой региона. Ну, бюджет области дают, да? Пополам. И сколько вам напереду? На пир миллион рублей. До этого хватит. И когда вы приступите? После этой проработки пир, ваш план какой-то предварительный есть? Получаем пир, и на следующий год прям как-то погода позволит. Ну и предполагаете, когда это все? В июлю. То есть, когда придем все, мы пойдем, наверное, все, на 2014-го года, будем закушивать. Согласно ответу из администрации Конокова, которой получила семья в марте 2013-го года, строительно-монтажной работы по газификации микрорайона Южный, в состав которого входит и улица Осенняя, где проживают Канавичевы, планируется провести лишь в 2014-м году. Изначально была запланирована газификация этого района, проектно-изыскательские работы на этот год и на следующий год строительно-монтажной работы. Газификация микрорайона 85 домов. А сейчас Татьяна Алексеевна обещала помочь и ставит задачу до 1 ноября, до отопительного сезона, выполнить и строительно-монтажные работы. На проектно-изыскательские работы 1 750 000, на этот год мы планировали, и 505 140 000 на следующий год строительно-монтажной работы. То есть нам нужно будет изыскать эти деньги в этом году совместно с администрацией, с правительством области. Проникнуться проблемой семьи, так сказать, изнутри, помощник президента решила, осмотрев, как живут Канавичевы. Супруги провели почетную гость по всем комнатам и коридорам, показали чугунную печь, которая пока спасает их от холода. Врачи многодетной маме рекомендуют покинуть дом, так как пока не исключить источник болезни, присутствие дыма, лечение не принесет результата. Высокопоставленный чиновник пообещал помочь многодетной семье, заверив их, что даст поручение губернатору области, чтобы этот вопрос решили в этом году. Татьяна Голикова обозначила срок решения проблемы до 1 ноября текущего года и пообещала семье контролировать ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok